Вести Карачаева Черкесия Руководитель региона Рашид Тимрезов принял участие в мероприятиях, посвященных развитию образования, в том числе в рамках исполнения послания президента России Владимира Путина, объявившего этот год годом педагога и наставника. Рашид Тимрезов, в частности, принял участие в церемонии открытия очередного всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций России «Мастер года». Министр просвещения страны Сергей Кравцов передал флаг всероссийского конкурса «Мастер года» послой эстафеты от Южного федерального округа Елене Ганодской. Это масштабное мероприятие проходит впервые и охватит все восемь федеральных округов Российской Федерации. Рашид Тимрезов принял также эстафету проведения финала всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в 2023 году у нас в Карачаево-Черкесии. В столице Карачаево-Черкесии состоялась торжественная презентация трех книг на языках народов республики – карачаевском «Мудрое слово», на родном языке, черкесском «Путеводитель» и ногайском «Золотая книга». Общий тираж изданий – 3300 экземпляров. Издания вышли в свет благодаря поддержке регионального министерства по делам национальностей, массовым коммуникациями, печати при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России. Книги уже направляются в школы по всем районам и в детские учреждения и библиотеки для того, чтобы оставить свой след в сохранении родных языков народов Карачаево-Черкесии, отметил министр по делам национальностей, массовым коммуникациями, печати Карачаево-Черкесии Альберт Кумуков. Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родных языков, их истории и современности, а также народному устному творчеству. Парламентариями республики расширен перечень направлений, на которые можно будет потратить средства, выделенные на четвертого и усыновленного ребенка, не дожидаясь достижения ими трех лет. Информацию комментирует председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Хасан Хубеев. Мы вносим изменения, что независимо от срока давности, использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей и инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Чешкесской республики. Также с этих средств можно погашать вот эти проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. То есть мы перечень вот этот указываем точно, которые можно использовать, не ждать трех лет, независимо от срока. Карачаево-Черкесия получит 19 миллионов 800 тысяч рублей на поддержку и развитие событийного туризма. Всего финансирование получат 36 регионов в общем объеме 638 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на организацию фестивалей, праздников и спортивных мероприятий, которые привлекают участников и зрителей со всей страны. Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье. Традиционный ежегодный форум «Махар» получил статус всероссийского. Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организации проведения федерального конкурса молодежных проектов, а также получения статуса федеральных окружных форумов. Благодаря этому изменению регион получит увеличенное финансирование грантовой площадки. В мероприятии смогут принять участие жители более 30 регионов России. Форум «Махар» проходит на территории Карачаева-Черкесии с 2008 года. В прошлом году он получил статус северокавказского и был реализован Министерством по делам молодежи республики совместно с КЧГУ. Вносим изменения, что независимо от срока давности использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаева-Черкесской республики. Также с этих средств можно погашать вот эти проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. То есть мы перечень вот этот указываем точно, которые можно использовать, не ждать трех лет, независимо от срока. В республике в два тура будет проведена вакцинация от полиамилита. Планируется вакцинировать детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет в период с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля. При этом за месяц до начала первого тура дополнительной иммунизации медицинские учреждения республики прекратили вакцинировать детей, чтобы соблюсти необходимый интервал. Заместитель главного врача Черкесской городской детской больницы Изабелла Тлябичева подчеркнула, что вакцинация является добровольной и перед прививкой ребенка в обязательном порядке осматривает врач-педиатр. Это тяжелое, опасное, инфекционное заболевание, вирусное, которое поражает скелетную мышечную мускулатуру. И опасность еще тем, что паралично вступает не только мускулатура скелетная и гладкомышечная, но и паралич дыхательного центра, что, конечно же, смерть. Не для того, чтобы пугать родителей, а для того, чтобы имели понимание, что это за заболевание. Единственной мерой предотвратить является вакцинация. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий в 16 муниципалитетах. Будут установлены детские, игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также уличное освещение, лавочки и урны. Одна из 12 общественных территорий – Центральный парк в Усть-Джгуте, победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его строительство планируется начать в текущем году, оно должно завершиться до конца 2024 года. Еще один победитель в этом же конкурсе – парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске. Откроется уже в мае этого года. Компанию Россети «Северный Кавказ» в 2023 году направит на обновление оборудования на подстанциях в Карачаевой Черкесии 34 миллиона рублей. За счет этих средств планируется обновить около 200 единиц основного оборудования на 9 подстанциях. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации учета налогоплательщиков номер один управления Федеральной налоговой службы России по Карачаевой Черкесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде, на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых учредительные документы юридических лиц, Также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом – лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогооргана. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. Дело нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников, а также научиться выбирать выгодные финансовые инструменты. Артисты Карачаева-Черкесия отправились в зону проведения специальной военной операции, чтобы поздравить с Днем Защитника Отечества солдат и офицеров российской армии концертом живой музыки. Для военнослужащих были организованы выступления вокалистов на языках пяти братских народов республики. В подарок к празднику артисты привезли не только любимые песни, но и гуманитарный груз из предметов первой необходимости. Причем сформирован груз за счет средств, собранных на благотворительных концертах в Карачаевой Черкесии. Государственная национальная библиотека Карачаева-Черкесии имени Хальмат Байрамуковой готовится выпустить в свет обновленный справочник, рассказывающий практически обо всех литературных деятелях нашей малой родины. На страницах уместилось более 300 имен, начиная с народных певцов, исказителей до письменного периода и заканчивая молодыми писателями. Прочитать книгу в электронном варианте можно будет в ближайшее время на официальном сайте библиотека09.ру. Комментирует информацию библиограф информационно-библиографического отдела библиотеки Талегюль Межева. Были замечательные писатели в советские годы, которые внесли большой вклад в свою литературу, работали в редакциях газет, были членами Союза журналистов, но почему-то они либо сами не позаботились, не были членами Союза писателей СССР, потому что они действительно писали хорошо и оставили наследие прекрасное. Мы их тоже включили. Начало весны 2023 года ознаменовано рядом важных событий, которые коснутся каждого жителя России. В частности, с 1 марта изменится состав сведений путевого листа и порядок его оформления. Новый приказ Минтранса страны вводит слегка измененные по сравнению с тем, что было раньше, состав сведений путевого листа. Исключены наименования и номер путевого листа и добавлены сведения о том, кто составлял путевой лист. С марта начнут уничтожать и персональные данные сотрудников. Электронные акты об уничтожении персональных данных сотрудников равнозначны документам на бумажном носителе. Их нужно хранить три года вместе с выгрузкой из журнала регистрации событий. Кроме того, с 1 марта вводится маркировка велосипедов и велосипедных рам. Вместе с тем начинается обязательная регистрация никотиносодержащих жидкостей электронных систем доставки никотина в системе маркировки. Курорты Карачаево-Черкесии за февральские выходные приняли более 60 тысяч туристов и экскурсантов. С 23 по 26 февраля включительно Донбай посетило 25 тысяч 420 туристов. Всесезонный туристко-рекреационный комплекс Архаз – 36 тысяч 833 человека. Абсолютный рекорд был поставлен в Архазе 24 февраля. В этот день курорт принял 11 тысяч 720 гостей. Курорты нашей республики традиционно пользуются большим спросом на февральские праздники. Номерной фонд был забит на 100% на обоих курортах. Востребованными у туристов были также Тибердинский национальный парк и Медовые водопады. Новороссийский прошел турнир по греко-римской борьбе памяти погибших на Малой Земле. Несмотря на свой юный возраст, наши спортсмены мужественно и достойно выступили, показав отличные результаты. Это воспитанники спортивной школы номер 5 Черкеска, Назар Киков, Азамат Нахушев, Алим Гугов и Адам Остежев. И в завершении выпуска послушайте информацию. Внимание, жители республики! В период времени с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут 1 марта будет проведена проверка оповещения населения при передаче сигналов в эфир средствами цифрового телевещания. Сигнал будет передан путем кратковременного перерыва телевещания на отдельных телеканалах речевым сообщением на фоне логотипа МЧС России. Внимание, внимание! Техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка системы оповещения. Просим граждан республики сохранять спокойствие. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер с северо-западный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6-11, в горах местами до плюс 5. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер с северо-западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 9 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!